Праздник Пасха Акварелью, цветущей сиренью, храмом, белыми голубями. Технике акварели. Для того, чтобы упростить задачу, можно воспользоваться подручными средствами. Мы можем взять круглую крышечку или баночку и обвести, чтобы получились у нас круглые маковки церквей золотые. Сверху так треугольничком вершина, на которой будет потом крест. Вот три такие у нас башенки. Центральная повыше и две другие немного ниже. Стены мы будем опускать вертикально вниз. Стараемся, чтобы они были параллельны между собой и вертикально вниз спускались. Далее мы стираем те, которые части башенок, которые не видно, которые загородила центральная часть церкви. Окна, арочки. Можно колокола в арочках нарисовать. Кустарник, холм. Теперь берем оранжевый цвет и делаем такую обводку. И пока она не высохла, вот так мы взяли, пока краска еще мокрая, берем сразу желтый цвет и рядом накладываем. Они друг в друга перетекают, получается мягкий переход. И еще раз желтый, а серединку мы оставляем белую. Вот так немного даже снимаем краску, чтобы получился мягкий переход от оранжевого к желтому и белому. Когда полностью высохла красочка, мы взяли кусочек свечки или масляную пастель белого цвета. И вот так обвели, чтобы фон неба, которым будем покрывать. Вот сейчас я намочила лист, чтобы у нас красиво растеклась красочка. Полностью намочили равномерно, аккуратно, все, что касается неба. И наносим. А там, где у нас была свечка, там уже не растечется, не потечет туда синяя красочка. Для этого мы обвели свечкой. Вот так, внизу немного салатового, желтого цвета. Краска не должна полностью высыхать. Краска перетекает одна в другую. Сверху немного темно-синего цвета, чтобы такой получился переход у нас. Взяли немного шампуня, размешали с водой и делаем такие капельки. Они эффектно растекаются. Мыло разгоняет красочку. Для этих целей можно воспользоваться спиртом в пипеточку. Капнуть немного из пипеточки спиртом. Тоже будет такое красивое растекание краски. Дальше кустарник светло-желтым цветом. Натыкали салатовый темно-зеленый цвет по мокрой красочке, пока она не успела. Надо все делать быстро, пока красочка не успела высохнуть. А далее опять капаем водой с шампунем. И у нас вот так красиво растекается. Получается как настоящий кустарник. Далее мы намочили нижнюю часть листа. Делаем желтый, салатовый. Один цвет в другой перетекает, потому что лист мокрой. Цвета между собой немного перемешиваются. Далее мы опять брызгаем водой с шампунем. Делаем арочки, затемняем. Стены по контуру немножко вот так проводим голубым цветом. Чтобы тени были как бы на здании. Белилами. Белила можно взять в куашевой краске. Рисуем голубей на небе белых. Берем фиолетовый цвет, смешиваем тоже с белилами. И рисуем на уже высохших вот этих кустарниках наших. Рисуем цветы. Сирень. Прокладываем тень под кустарниками. Рисуем тоненько веточки. Украшаем церковь. Можно в конце, когда высохло, взять фломастер. Нарисовать еще фломастером вот такие узоры. Вокруг окон. Под крышей. Чуть прорисовать веточки темнее. Сделать голубям глазки, клювик. Вот у нас получилась такая картинка. Приятного творчества и счастливой Пасхи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...